Итак, друзья, всем привет! Последние два, не два даже, а четыре дня я был в республиках Кабардино-Балкария и Карачаева-Черкесия, где тоже объезжал их, встречался с общественниками, с разными активистами языковыми, просто знатоками фольклора и так далее. Собирал материал полевой по теме сохранившихся народных обычаев разных и по теме того, какова обстановка в этих республиках с родными языком, с владением родным языком и молодежи. Побывал я в Нальчике, в селении Аушегер в Кабардино-Балкарии и в Черкесске и Ауле-Али-Бердоковске. Карачаева-Черкесии. Но что хочется рассказать немножко про эти места. Смотрите, вот что удалось установить. Вот в Кабарде мне удалось установить несколько таких локальных вариантов обычаев, которые еще сохраняются и есть даже такие семейные варианты обычаев. И причем самое интересное, что там я узнал еще о наличии неких семейных фамильных обрядов, которые распространены больше в Адыгее, даже чем у них. То есть про Адыгея узнал в Кабардино. И, ну, о Адыгее я еще буду просто, это мы все еще не делаем. Другой вопрос. И, значит, побывал я в селении Аушегер. Это такое интересное селение к востоку от Нальчика. Очень насыщенной истории, потому что, во-первых, само название Аушегер, связанное с местной горой, которую одни трактуют и переводят как Иисус Христос, перевод самого слова Аушегер как Иисус Христос, другие как Святой Георгий. Ну, в любом случае, в обоих вариантах это известный факт, что в основном трактовка относится к некому христианскому этапу истории. И местность эта гипернасыщена разным роду курганами, городищами, древними, которые относятся к эпохе ранней Кабарды. Это эпоха, ну, там, например, захоронен герой Айдемиркан или Андемиркан, тут в зависимости от на какой версии языка говорить, да, западным или восточным. И герои, да, фольклора, герои, в общем-то, исторические, 16 век это получается, и там большой курган Айдемиркана есть, есть еще целый ряд курганов, посвященных вот таким героям тех давних лет. Есть местность, где считается предупредание жилы Жабаги Казанока, это народный такой мудрец, ну, и воин, как бы, да, и мудрец эпохи вот этой славного времени, когда Кабарда, в общем-то, только становилась каким-то таким протогосударством. И вот это все, все вокруг, эта местность насыщена этими памятными местами, в том числе вот этот надгробный камень, который я публиковал в посте, тоже оттуда, ну, в частном секторе, во дворе дома, в огороде такой, давний огород, а полянка, полянка пустая с деревом, и он прикрыт деревом со стороны дороги. Ну, еще в советское время было так сделано, чтобы меньше его видели с дороги, чтобы меньше внимания привлекать. Сами понимаете, в советское время не церемонивались с памятниками старины. Вот, переводы, конечно, разные версии, вот, человек прислал мне эту знакомую версию перевода, 1717 год, и там Ибн Тагир, кажется, имя, вот, Тимур Загазежев, местный, местный, профессиональный историк, такой человек, который из Алшагера, именно парень молодой, который очень хорошо, знает местную историю, он сам занимается научными исследованиями вот этих надгробных разных эпитафий, памятников, и именно как профессионал, он многих знает, и он исследовал его и с репатриантами из Сирии, и Ордании, и адыгами, они переводили там и надписи на памятники, ну, по-своему, там, Крем-Чарей, Крем-Чарем, как-то такое имя там звучало у них, и 1821-1822 год, по их переводам. В общем, там еще интересная история для расследования, но, так или иначе, памятник интересный, вот, с Тамгой, которая не найдена была пока на сегодняшний день ни в одном из известных источников по Тамгам, чья она не сложно установить получается пока. Ну, так или иначе, вот, такая информация есть на сегодня. Значит, был я там в гостях у местного такого собирателя фольклора, знаток о истории народного этикета обычаев Роберта, за что ему, в общем-то, благодарны сиденья. И, что касается черкесской стороны, Качаера, я имею в виду, Корчево-Черкесия, здесь, значит, мне удалось пообщаться также с разными людьми, причем меня интересовала еще абадинская часть, ну, с абадинами прям сразу сходу не получилось поговорить, вот так, да, люди заняты. Ну, я с ними в контакте установил, буду еще созваниваться и дополнительные вопросы все уточню. Ну, в принципе, в целом, про абадинскую обстановку мне тоже рассказали, там, да, вот это интересное сочетание, когда абадины хорошо знают черкесский, а черкесы, наоборот, абадинский плохо. И часто те двуязычные, а эти нет. Ну, абадинский все-таки тяжелее, а черкесский проще, если вот так по категориям делить. Вот. И как в КЧРК, так и в КБР, одинаковая примерно ситуация, когда в селах, в принципе, дети очень хорошо знают язык. И часто бывает даже, что до какого-то возраста, там, школьного, они русского-то не знают, да, их, наоборот, как бы, русскому языку потом переучивают. Это и раньше было, вот еще лет, там, 20-30 назад, и сейчас так же встречается теперь участвоваться. А вот в городской среде, там, да, там люди, там дети, как правило, в межнациональной такой среде начинают говорить на русском больше. И это проблема. Значит, ну, абазины там классические, в принципе, у них мощная организация Лошара, и не только она действует там, как НКО такого, которое занимается в том числе и разработкой всяких методических материалов, переводов книг, мультиков, там, на абазинском языке достаточно успешно. Вот. Черкесы здесь вместе с КБР объединились, создали некую ассоциацию такую, репетиторов, которые очень-то очень успешно работают, да, от детского сада до 11 класса идут детей, чтобы не забывали язык. И тут и касается как кабардинского вот этого диалекта говора, так и Бесленеевского. Сам аул Алибердуковский, он находится сразу за Хабезом, где вот эта знаменитая башня Адиюх, там находится она, ее видно, прямо из-за Алибердуковского аула. И это аул кабардинский по своему составу, то есть это вот так называемые хаджеты кабардинцы, которые пришли из Кабарды, здесь поселились, и там их много, большинство практически, поэтому у них хорошо сохраняется язык. И у них там находится тот самый знаменитый памятник, самый первый, павшим в русско-кавказской войне, еще в 1989 году он был основан, и такой холм с звездами, с плитами племен разных, с цитатами из адыгских классиков. И там, значит, находится этнографический музей, и исторический в том числе, который существует на народные реальные деньги, туда приносит постоянно что-то новенькое, и он очень хорош, очень хороший, действительно, там очень много таких вещей, которых вы нигде почти не встретите сейчас. Там, например, что касается игр, что касается вот этих детских игр, да, и связанных с ними инструментов, типа юлы, там, типа губ, этого, хоккея, вот это на траве, когда гоняли этот шарик, вот этот из гриба, сделанный на дереве, который растет, туртовик, или как-то туртовиком называется, вот это юла, которую нужно бить, это хлестать, вот это веревочкой на палке, чтобы она крутилась дальше, ну и так далее. Очень много интересных таких моментов, которые вот воочию дают понимание того, как это было все тогда давно устроено. И, конечно, много и древностей, есть, допустим, вот те же косточки, которые применялись в этой вот, в куше, в этой кроватке, то есть очень круто, я вас прям рекомендую посетить этот музей, всегда работает, бесплатный абсолютно, вот, если будете ехать как раз мимо Хабеза, мимо этого аула, зайдите. В самом конце аула Али Бернуковский, когда его проедете до конца, там, с левой стороны. Ну и, конечно, в Хабезе эта башня Адиюг, замечательная, да, с этим городищем, безо ней, с которой открывается прекрасный вид на окружающую местность. Ну и в конце заехал на телевидение Архи 24 и сегодня и завтра, по-моему, называется, там серия передач. Они в записи идут, мы записали эфир 40-минутный, 40-минутный, и он после майских праздников выйдет, я обязательно ссылочку дам. В общем, вот такая история с приключениями. И дополнительную информацию еще дам попозже, вот, в Адыгеев, в неделю еще съезжу и завершу поездку, и сделаю такую общую, какое-то сводное видео с какими-то общими мыслями. Ну и пока все, пишите вопросы, комментируйте, делитесь с друзьями, ставьте лайки и не забывайте поддерживать, ну, по крайней мере, ссылочка есть внизу, бусте.ру, бусте.ту точнее ссылочка, где можно поддержать канал, и чуть попозже я расскажу о тех продуктах, которые я уже создавал разных интересных, которые, я думаю, вам всем тоже будут интересны. Все, всем до встречи, всем пока!